Новое направление и истории. Школа гидов ждет помощи от жителей Алтайского края, чтобы сделать разрабатываемые туристические направления более интересными. Ведь Алтай все больше привлекает внимание гостей. Как сделать так, чтобы наш регион посещал как можно больше туристов? Говорим сегодня с координатором школы гидов Ириной Слесаревой. Ирина Николаевна, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, если проанализировать вообще этот институт, если его можно так назвать, экскурсоводов, гидов в Алтайском крае, насколько подготовлены специалисты? Здравствуйте. Специалисты у нас разные. И так как это такая область, которая не очень регулируется государственно, в данный момент. У нас и качество услуги тоже очень разное. Есть высококвалифицированные гиды, которые, ну, с большой буквы, можно сказать. Это не всегда даже бывают какие-то гиды советской закалки, да. Хотя и таких мало, но еще есть. А вузы готовят вообще этих специалистов? В вузах есть курс экскурсоведения. И, ну, в рамках учебной программы проходят студенты этот курс. Но этого, наверное, все-таки недостаточно для того, чтобы стать профессиональным экскурсоводом. Что нужно, чтобы стать профессиональным? И вообще, чего не хватает Алтайскому краю, если мы себя позиционируем как туристический регион и в этом направлении развиваемся? Ну, здесь можно сказать, что это проблема не только Алтайского края, а вообще российская, потому как несколько лет уже не могут принять закон об обязательной аттестации экскурсоводов, гидов, проводников. Но надеюсь, что вот этот год наконец-то поставит точку в этой проблеме. Потому как, да, сейчас может любой практически назвать себя гидом. Почти во всех регионах это не регламентируется. За исключением Москвы, Санкт-Петербурга. Но у них есть объекты, на которые ограничен доступ, да, и поэтому можно как-то регулировать это. И в региональном аспекте, ну, в каких-то регионах есть законы, которые регламентируют деятельность экскурсоводов и гидов. То есть это на региональном уровне принимаются эти все методики? Да. Ну, вот все ждут сейчас федерального закона, чтобы под него уже свои региональные причесать. И опять же, здесь нужно отметить, что экскурсоводы, наверное, в городах более актуальны, а гиды-проводники как раз актуальны у нас в Алтайском крае, да, и вообще в Алтайском регионе, если говорить более широко. Ирина, вот как формируется направление? Это вот взял человек, не знаю, группу сформировал и сказал, эге-гей, пойдем на Белуху. Или какие-то есть определенные вещи, которые, я не знаю, кем они регламентируются, какими организациями? Ну, здесь нужно, опять же, отличать экскурсию от тура. Если есть хотя бы один начлек, то это тур. И здесь достаточно все у нас зарегулировано, закон, в общем, здесь следит за тем, кто и как делает и продает туры. Если говорить про экскурсии, то есть это прогулки по городу, либо это загородни, которые, ну, не больше там, без ночлега, короче говоря. Вот такой продукт, он регламентируется ГОСТами, ну, стандартами нашими государственными, несколько лет назад они были приняты. В общем-то, это классические экскурсии. Любой может составить такую экскурсию и провести ее. Туристы интересуются вот тем, о чем вы сейчас говорите, насколько это интересно на данный момент? Ну, с учетом вот мирового, опять же, тренда, все-таки путешествия со смыслом становятся актуальными. И россияне, ну, они тут тоже не отстают. Я скажу, что на Алтай, если надолго приезжают, допустим, 10-15 лет назад, это были сибиряки. Сейчас они тоже есть, они тоже приезжают, но они в основном на более, ну, не на такие продолжительные туры приезжают. А туристы издалека приезжают, допустим, на неделю или даже на две. И это туристы, которые в большинстве своем уже объехали весь мир и едут осознанно для того, чтобы на Алтае получить какой-то вот контекст. Такой и интеллектуальный, ну, и природу, естественно. И здесь как раз необходимы специалисты, которые, ну, на высоком интеллектуальном каком-то уровне преподнесут Алтай во всей его красе. Вот тот контекст, который мы предлагаем не нашим, а алтайским, мы, понятно, можем чаще бывать в каких-то местах и больше видеть, хотя это тоже не норма, естественно. Туристам приезжим, что мы показываем обычно? Какие-то известные места, Белокуриха, я не знаю, сейчас условно говорю, озеро там советское. Есть, конечно, топовые достопримечательности, которые раскручены, бренды так называемые. И от этого никуда не деться, но весь мир развивается по такому же пути. И тот, кто приезжает на Алтай один раз и хочет посмотреть, ну, вот что-то топовое, это, ну, это известные достопримечательности наши будут. Потенциал, вы видите, в чем для развития туристической отрасли на Алтае? Есть, вот будем узко говорить про экскурсионный туризм, да, есть масса, как и не очень известных природных достопримечательностей. И главное, что еще есть же нематериальные наши ресурсы, которые пока мало используются, на мой взгляд. Вот чего вы ждете, какой помощи сейчас от жителей? Мы плавно так подобрались вот к этому вопросу, что вы, собственно, обратились к жителям за помощью. Помогите историями, помогите фотографиями. Чего вы ждете, каких историй? Все, что касается классики, то, что наши краеведы, искусствоведы могут преподнести нашим слушателям. И мы, кстати, в рамках программы не только новичков готовим, но и приглашаем уже работающих, практикующих экскурсоводов на какие-то такие семинары, в общем, единоразовые мероприятия. Вот у нас родилась эта идея, чтобы привнести новое в наши экскурсии, обратиться к людям, экспертам в каких-то областях. Это может не обязательно быть история и краеведение, это может быть и искусство, и музыка, и живопись. Но в контексте именно историческом есть такие у нас воспоминания, наверное, у жителей, которые могут достойное место в любой экскурсии занять. Это и истории из жизни, и какие-то легендарные, может быть, вещи. Это может быть ретрофотографии. Еще, в общем, так как есть еще так называемый портфель экскурсовода, и с помощью, опять же, новых технологий, так как у нас гиды современные все-таки используют и диджитал, и гаджеты, и так далее, это можно очень красиво в разных формах преподносить. Но не хватает вот этого контекста и какой-то общей информационной наполненности, чтобы обмениваться вот этим. И если у кого-то, а я уверена, что очень многие у нас и в городе, и в крае имеют эту информацию, готовы поделиться ей, то мы будем очень благодарны. Куда эту информацию можно предоставить, как с вами связаться? 71-79-71. Это телефон, который будет для вас полезен. Звоните, мы... Фотографии, видеофайлы какие-то, исторические данные. Да, да. И если вы готовы провести лекцию, семинар, мастер-класс, экскурсию даже, и еще любой формат мы можем обсуждать, и формат этих мероприятий, то мы тоже welcome, будем только рады. Какие-то уже были прецеденты? Люди приходили с чем-то интересным к вам? К нам периодически приходят, как и историки какие-то наши, да, и идейные, просто вдохновленные туризмом люди, которые, ну, вот свои проекты, о своих проектах рассказывают. Но не всегда это бывает в контекст экскурсии, да, а сейчас очень узко мы просим вот прям история города, история края, и не только история, а вот я уже назвала, любое, градостроительство. У нас очень мало материала у экскурсоводов по именно историческому градостроению, как это было, как это сейчас, то, что уже невозвратно потеряно, тоже не так много фотографий. Ну, понятно, что есть архивы, и историки там, безусловно, копаются и роют этот материал. Но не все есть в архивах. Это интересно туристу? Это интересно туристу, это даже интересно местному. Потому как чем разнообразнее будут наши экскурсии, наши турпродукты, тем интереснее будет жить. Вот у нас есть, допустим, уже и компании, и наша в частности компания тоже проводит, допустим, квесты. По QR-кодам экскурсии. Ну, вот это уже с современным каким-то контекстом. Молодежь тоже не стоит в стороне. Интересно, а уже людей, которые могут рассказать что-то, становится меньше. Чтобы мы успели застать тех знатоков, профессионалов, кто готов нам рассказать вот эти истории. Спасибо, Ирина, вам большое. Будем надеяться, что отклик обязательно к вам придет. Это была программа «Наше время». Мы сегодня беседовали с координатором школы гидов Ириной Слесаревой. Говорили о том, как сделать так, чтобы Алтайский край стал еще более развитым туристическим регионом. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова